и всем привет вы на канале таковка tv и сегодня я буду снимать видео которое называется жизнь драконов в скриптом мире это уже третья часть последние так что не забудьте поставить лайк подписаться на канал нажать на колокольчик чтобы знать когда будет следующие серии про драконов ну что поехали да куда же я попала и где мой топор вроде просто пошла гулять и как такое что со мной произошло такое ощущение как будто меня кто-то сюда привел но что это за место она мне кажется таким знакомым но я ничегошеньки не помню он тесно как там и кинг и мои дети о нет о нет о нет о нет надо каким-то образом вернуться что драконы не может быть надо прятаться вот здесь вот здесь искать где ты здесь да ты права мой нос так скажи ведет меня куда-то сюда где-то здесь должен быть человек давай я тогда буду здесь искать правильно я полечу дальше до нет это что грамм гильда не может быть столько лет прошло это этого просто просто не может быть странно запах ведет куда-то сюда человек не может быть астрид это ты ты так изменилась ой грамм гильда да это ты девочка как и тебе рады видеть да ты изменилась как я но ты все меня еще помнишь ну получается я в скрытом мире ну как же мне как же мне выбраться не поможешь мне пожалуйста выведи меня из скрытом мире только чтобы никто об этом не узнал ты же у меня умница добби хорошая девочка только надо придумать план если хочешь я могу тебе хочешь да да так вот как бы мне на тебя забраться это чего мой топор мой топор мой топор наконец то это ты его нашла да да спасибо девочка как я рада ну что ж теперь точно можем возвращаться домой надеюсь теперь без приключений да ты чего грамм гильда ты ведь ничего не нашла нет конечно же нет я тут ищу это моя территория а ты что тут делаешь да вот решил проверить не нашла ли ты ничего эх жалко беззубик уже волнуется где может находиться этот человек да странно я тоже очень волнуюсь интересно где этот человек да да так как ты себя странно видишь все хорошо да 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 все отлично я же говорю я тут ищу это моя территория так что пожалуйста покинь ее ну ладно я тогда пойду туда искать хорошо хорошо и иди давай пока эх пока грамм гильда фух чуть не попались ну как не провести астер чтобы никто не заметил да вот это проблема ладно мне нужна помощь главное чтобы об этом не узнал беззубик так астер держись мы я точнее тебя вытащу но я знаю кому обратиться эй ребята стандарт давайте пока мамы спит пойдем и сами найдем этого человека что найти человека а я не против я согласна хочет что это нормально это пить вы制изно придумала эй эм девочки!!!! может лучше не стоит да ладно ты что никогда не хотел увидеть настоящего человека Да, вот именно. Причем такой шанс. И если что, они ничего не смогут сделать. Ну, как бы, папина охрана. Мы вообще-то дети короля, так что нам ничего не будет. Особенно мне. Я, если что, будущая королева, я вас защищу. Ну да. Ну да. Давайте тогда быстрее за мной. Меня мама учила, как можно взять след. Так что за мной, за мной. Эй, ну ладно. Что-то я затремала. Ладно. Дети. 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 Дети, где вы? Где вы? Искорка, снежинка, уголек. Где вы? Где вы? Дети. О, нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Только нет. Они отправились, возможно, на поиски человека. Нет-нет-нет-нет-нет. Надо быстрее рассказать Безубику. Быстрее. Кажется, кажется, здесь был человек. С чего ты это взяла? Ну, она же умная. Она всегда найдет выход. Эй. Блин. Крамгильда, Крамгильда, привет. На тебе что? Человек? Человек-человек-человек-человек. Берем его. Берем. Нападаем. Так, дети, хватит. Стойте, 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 стойте. Это добрый человек. Он хороший. Не надо на него нападать. Ладно, вы уже все видели. Мне нужна ваша помощь. О, мы всегда поможем. Да? Да, да. Да, поможем. А что надо? Понимаете, мне надо незаметно провести этого человека обратно, домой. О, с этим мы тебе поможем. Нет, вы должны остаться здесь. Ну, Крамгильда, я сказала нет. Или я все же скажу вашим родителям, что вы... Что я вас видела, и... Потом вам достанется. Ну, да. Что ж, думаю, мы сможем помочь. Давай сделаем так. Как-никак, мы все же дети беззубика и гимнофурии. А поэтому мы, как бы, здесь крутые. Ну, да. Так что мы пока что попробуем отвлечь охрану в тех местах, куда ты будешь лететь, чтобы никто ничего не узнал. Ну, возможно, получится. Мне надо полететь, получается, сейчас к северу. Но там патрулирует, если не ошибаюсь, смертохват. Вы можете его отвлечь? Да и легко. Все, тогда хорошо, спасибо. Пожалуйста, летим, летим. Так, давай, я же говорю, беззубик. Я правда чуть-чуть заснула. Я поняла, я понял, я понял. Ладно, найдем детей. Причем, я думаю, они же никуда далеко не улетели. Ой, ребят, мне надо. Подожди-ка, на тебе что, человек? Нет! За ней! О, нет, 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 нет! Стой! 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 Стоять! Стоять! Что происходит? Ребята, ребята, поймите, поймите, поймите меня правильно и неправильно, но... А, это Астрид. Астрид, Астрид, что, 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 что? Астрид, как я тебя рад видеть. Нам надо ее... Вообще, я должна была ее незаметно провести обратно, но не получилось. Ну, почему ты мне им сказала? Я бы помог. Не хотела, чтобы ты вообще об этом знала, хотела все тихо сделать. Ну, да, у тебя, как обычно, все получилось сделать очень тихо, в кавычках. Ну, как будто у тебя получилось бы лучше. Эх, ладно. Можешь пока лететь, лететь и относить Астрид обратно. Хорошо, спасибо, Беззубик. Я полечу, и если найду викинга, придам ему привет. Мысленно. Хорошо, спасибо. Ладно, я полетела. Эх, а я уже понадеялась икинга увидеть. Ничего страшного. Тебе, думаю, до икинга все равно, ну, как бы, нету дела... Ну, как это объяснить? Короче, икинга тебе, я думаю, уже не думает, и ты о нем тоже не думай. Да с чего ты взяла? Просто, я думаю, икингу и так хорошо. Так и тебе. Ну, да, логично. Ему, мне кажется, сейчас тоже не одиноко, я думаю, если он обо мне и думает, то он бы понимает, что сделал все правильно, что мы должны все жить отдельно. Ну, вот именно. Папа, папа, папа! Мам, пап! А мы, а мы, а мы не видели человека, не видели, да, правда. Эх, вы мои дети. Наши. Папа, папа, знаешь что, когда я буду королевой, я обещаю, что, возможно, я буду разрешать драконам видеться с людьми. Ммм, какая ты молодец. Да, все же я поняла, что люди, они не злые, а наоборот, добрые и хорошие. Вот, правильно. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. И нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда будет следующее видео о драконах. И всем пока, пока, пока.